Бисмилля. Ассаляму алейкум и рахматуллах и бирекатух, дорогие братья и сёстры. Хотелось бы рассказать сегодня про визы в Саудовскую Аравию. Про визы в Саудовскую Аравию и как именно можно получить визу и чтобы посетить, приехать в Саудовскую Аравию. Итак, бисмилля, как поехать в Саудовскую Аравию? Многие-многие из вас задавались вопросом, а как можно поехать? Но мало кто знает, мало кто знает. Итак, первое. Это у нас Умра. Умра, кто-то хочет поехать на Умру. Или на Хадж. Либо Умра, либо Хадж. Появилась в том прошлом году туризм. Это в прошлом году была такая тема. Туризм. Сияха называется по-арабски сияха. Сияха. Туристическое направление. Дальше. Работа. Кто-то может поехать по работе. Далее. Учеба. Ага. Поступить в какое-то учебное заведение. Будь это религиозное, будь это вообще не религиозное. А светское какое-то учебное заведение. Потом. Посещение. Посещение по-арабски называется зияра. Зияра. Зиярат. Или зиярат. Мы вот привыкли к такому слову. Зияра. Посещение. Это значит, тебе сделали приглашение, и ты посетил. Посетил своего друга, посетил своих родителей, посетил своих детей. Тебе сделали зияра, приглашение на посещение. Дальше. Бизнес. Быть может, ты с кем-то заводишь бизнес. У тебя какие-то идеи, у тебя какие-то проекты, у тебя еще что-то там такое. Какие-то тренды. Вот это называется бизнес-бизнес. По бизнесу ты приезжаешь. Далее. Грин-карта. Об этом я уже говорил. Про грин-карту у меня уже есть небольшой ролик, где даже есть ссылка на сайт. Есть ссылка на сайт, там можно посмотреть, как получить эту грин-карту. Лечение. Кто-то приезжает по лечению. По лечению. Это, в принципе, в любое государство ты можешь поехать по лечению. По направлению от какого-то учебного, от лечебного заведения. И транзит. Транзит. То есть ты пролетаешь мимо или через эту страну. Это транзит называется. Вот эти вот 10 пунктов мы вкратце пройдем. Вкратце, вкратце, вкратце. Потому что если заходить в каждый пункт по отдельности, это целый ролик. Это целый ролик. А так, 10 пунктов мы с вами сейчас пройдем. Если у кого-то есть еще дополнения, пишите в комментариях. Подписывайтесь и обсуждайте. Дай Аллах, дай Аллах, может быть еще добавятся потом следующие пункты, о которых я не знаю. Или я может быть знал, но просто сейчас я позабыл. Давайте первое. Умра. Умра. Для того, чтобы поехать на Умру, у нас должна быть фирма. Обязательно сейчас должна быть фирма. Официальная фирма. Не как раньше. Просто визу брали и приезжали. Мне главная виза, мне главная виза, это было раньше. Сейчас обязательно. Аккредитованная фирма, которая заверенная в министерстве по хаджу и по Умре, обязательно она должна быть. У нее лицензия есть, у нее есть доступ в систему. В министерство по хаджу и Умре. Вот эта фирма, она дает вам визу. Но она сейчас визу уже не может вам просто так визу дать. Она вам будет продавать пакет. В этот пакет будет входить отель Мекка, отель Медина. Это обязательное условие от министерства по хаджу и Умре. Также туда будет заходить автобус или любое транспортное средство. Например, мини-вэн, мини-басы или легковые автомобили. Или если небольшая группа, например, семья решила поехать. То есть это будет эксклюзивный уже пакет для семьи. Либо если это будет группа, то, естественно, там будет автобус. Также там должны быть авиабилеты. Конечно, сейчас не обязуют пока министерство по хаджу. Пока она не может еще понять, как это задействовать через министерство по хаджу, через систему. Но все равно это уже требования фирм. Они должны отчеты вести. Кто когда прилетел, кто когда улетел. Авиабилеты предлагают, предоставляют. Все предоставляют. Потом питание. Питание. Трехдневное питание обязательно на первом посещении. То есть когда ты приезжаешь, тебя три дня должны кормить. Потому что там есть такое, как карантин. Такое понятие, как карантин. Это всем известно. Ты должен три дня просидеть. Питание у тебя должно быть трехразовое. А потом уже ты свободно выходишь уже в город. Все, все, все. Карантин закончился. Ты не болеешь. В принципе уже там тебя не обязуют. Вот этим питанием. Там можешь питаться где хочешь. Дальше. Прививки. Сейчас это обязательно. ЦПР вот эти всякие. Или ПЦР. Я даже не знаю, как это правильно говорить. Дальше. Групповое сопровождение. То есть ты должен в сопровождении группы быть. Если ты с группой едешь. Или если ты семейный просто. То у тебя уже отдельный автомобиль за тобой привязывается. У тебя все расписание. Полный график. У тебя все расписано. Посещение. Сколько дней в Мекке. Сколько дней в Медине. Какой транспорт. Какой отель. Какой этот. Какой этот. Все расписано. В принципе это умра уже понятно. Не буду заострять. Внимание. Дальше. Хадж. Хадж. То же самое. То же самое. Просто там какие-то есть нюансы. В этом году не знаю. Будет ли хадж в этом году для российских баломников или нет. Но жесткие условия. Условия жесткие. Поэтому пока ничего не могу сказать. Но в принципе все то же самое как у Умры. Как у Умры. Там должна быть аккредитованная компания. Все должно быть в пакет, отель, автобус, авиабилет, питание, прививки, сопровождение. Со всех сторон везде тебя сопровождают. Посещение в мечети сопровождают. Везде, везде, везде проверяют вас всех паломников. Следующее. Туризм. Сияха. В прошлом году она открылась. Такая система. Туризм. И там вот специальный даже сайт открыли они. И он сейчас даже работает. Визы он даже выдает. Однако пока нету разрешения в аэропортах. Нету разрешения на прилет по этим визам. То есть если вы сейчас купите эту визу. Она стоила раньше там 450 там реалов. 440 реалов. Сейчас может быть она тоже самая. А может быть и чуть-чуть повыше станет. Побольше. Но. То есть визу сейчас ты можешь получить. Но ты когда полетишь. Тебя в аэропорту. Может быть даже и не посадят на самолет. Или если ты сюда прилетишь. Тебя просто не пустят, не впустят в Саудовскую Аравию по этой визе. Развернут обратно. По поводу прививок пока еще ничего не известно. Сайт в принципе работает. Информация сейчас постоянно крутится. Постоянно что-то обновляется. Посещаем, смотрим, следим. Когда же все это. Может быть на конец апреля что-то будет известно. Но пока все это покрыто какой-то занавесью. Не знаем, что дальше будет. Так, учеба. Учеба в принципе это известная вещь. Сюда приезжают студенты. Они подают свои данные, свои документы. Кому если что-то помочь, это пишите, пожалуйста. Пишите. Внизу будет номер телефона. Ватсап. Почта. Здесь специально есть ребята. Студенты. Которые знают где, куда, какое учебное заведение принимает. Со скольки лет до скольки лет. Женщины, мужчины. Куда нужно отправить документы. Они все это делают. За какую-то небольшую плату. Там до 50 долларов может быть там. Это все плата. Ребята сами все делают. Подают. Они отслеживают данные. Все переводят какие-то документы. Я туда не захожу. Я просто, кто мне пишет, я переправляю, перенаправляю на ребят. Учеба здесь, как я понял, что здесь есть и религиозные, и нерелигиозные. То есть, кто-то приезжает, чисто арабский изучает. Пожалуйста, арабский факультет. Кто-то приезжает, какие-то светские изучают. Там вот в Риаде, там других. Они получают стипендию королевскую. Там туда-сюда. У них проживание. У них авиабилеты. Авиабилеты им покупают каждый год туда-обратно. Там жилье, питание у них. Либо вообще бесплатное. Либо там вообще минимальная цена. Что в день студент платит 6 реалов, что ли. 120 рублей. 120 рублей. Трехразовое питание у них. Там все. И салаты, и малаты, и помидоры, и мамидоры. Все есть. Все есть. Это учеба. В общем, здесь студенты приезжают, учатся. Кто-то и стипендию получает хорошую. И проживание у них. Если семейные, то они там отдельно где-то проживают. Там уже ищут варианты. Какие-то вакфы есть для студентов. Помогают, в общем, с проживанием. Это уже учебное направление. Я как сказал, пишите. Я вам подскажу, куда нужно. Кому обратиться. Какие братья могут вам в этом помочь. Баракалу Афейку. Ну, как вы сейчас знаете, с коронавирусами, учеба во многих учреждениях сейчас стала онлайн. Многие братья сейчас все сидят дома и учатся онлайн. Даже здесь, которые находятся, сидят онлайн. В общежитиях сидят онлайн. Все онлайн. Поэтому уже у многих, конечно, высокие стремления падают. Говорят, а что, какой смысл здесь я сижу или дома я буду сидеть. Дома я хоть буду работать. Дома у меня хоть семья там, тудым-сюдым. Дома я могу чем-то помогать. И также онлайн до обеда там находиться онлайн в интернете. Остальные дела делать уже по дому. Там помогать родителям или еще своей семье и прочее, прочее, прочее. Так, далее. Работа. Работа. Если вы приезжаете по рабочей визе. Рабочая виза. Тут, конечно, сразу скажу. Здесь надо много-много-много денег. Почему? Потому что тут сейчас перечислю. Компания. Нужно найти компанию, которая приглашает. Приглашение от компании стоит до 5-6 тысяч долларов. На одного человека, на отца, например, на хозяина семьи. Приглашение. Смотря какая компания, смотря какая должность, смотря какая у него будет специальность. В общем, готовьтесь, что там 5-6 тысяч долларов. Потом диплом от него потребуется, естественно. Потом медсправка у него потребуется. Но это все решаемые вопросы. Диплом, медсправка. Потом он приезжает сюда. Потом здесь оформляет все документы. И вызов семьи оформляет. Вызов семьи. За каждого члена семьи он еще платить будет по 200 долларов. Ему будут визу делать. Вызов. То есть за ребенка, за жену. Это называется вызов семьи. За каждого члена он по 200 долларов будет платить. Чтобы они сюда приехали. Получили визу в консульстве в своем государстве, где они находятся. Дальше. Налоги есть и сборы. Там всякие налоги. Каждый месяц там более 100 долларов. В общем, на каждого члена семьи у тебя налог. И всякие там сборы. Это есть тоже. Страховка там туда заходит. Еще медицинская. Вот это все. В общем, там много чего. Потом. Каждый год он должен обновлять свою прописку. Это икама называется. Икама прописка. Икама. У турков называется икомет. Икомет. Известно. У арабов называется икама. Икама. Каждый год ты ее должен обновлять. Каждый год ты должен ее обновлять. Так. В общем, это вот столько вот грузиков. Вот это, вот это, вот это. Вот это все надо посчитать, посчитать, посчитать. И в конце концов у тебя выходит такая большая сумма. Но об этом про работу Это отдельный видеоролик надо делать Потому что здесь различия есть Какие? Если ты приезжаешь один Например, по какой специальности Если специальность высокая То там, как я сказал, от 5 до 6 тысяч Есть специальности обычные Например, маляр Строитель Или, например, грузчик Или еще что-то Или Такие невысокооплачиваемые работы Должности То там поменьше, например, виза стоить будет Там до 3 500 может быть стоить будет Если есть еще частный Например, частный водитель У какой-нибудь семьи Ты частный водитель Или домохозяйка, например Домработница Там где-то до 2 тысяч 2,5 тысячи виза стоит Понятно, да? То есть, про рабочие визы Очень много нужно собрать информацию И потом сделать отдельный видеоролик И уже там более-более подробно все разложить Пока мы не будем заострять Внимание на этом Так Посещение, например Зияра, как я говорил Посещение Вот это уже Вот это уже интересно 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 Посещение Например, если у тебя Здесь ребенок учится Он тебе делает посещение Вызов Или, например, у тебя здесь Муж работает Или даже супруга, может быть, работает Она тебе вызов делает Вызывает тебя Или твою семью Или твоих родителей Или твоих там Родственников Близких Знакомых Это называется посещение Зияра Зияра здесь бывает До 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев Короче, можно до года Протянуть Потом эта зияра заканчивается Нужно выехать куда-нибудь В ближайшее государство Потом сделать еще Заблагоременно до этого Сделать еще одну Зияру посещение Вывести семью Там В Иорданию Там Бахрейн Там ближайшее государство Границу переехать И обратно заехать По новому уже Зияру Документу Требованию Запросу И опять можно находиться 3, 6, 9 Год Короче, понятно, да? Вот это уже интересно Зияра Зияра, в принципе, здесь недорого Как вот Которые приезжают Пайками По рабочей визе Они потом вызывают Свою семью Они могут вызвать Свою семью И тогда они не будут Платить налоги Вот эти все Налоги Страховки Всякие другие там Сборы Они не могут Могут не платить Могут не платить Если они сделают Для своей семьи Например Вот такую вот Зияру И тогда Им просто нужно будет Каждый раз продлевать Ее Зияра От 3 месяцев до 6 От 6 до 9 Потом Или до года И потом Потом семью Опять новую зияру делать Еще 200 долларов платить И потом выезжать Вывозить свою семью В ближайшее государство И обратно заезжать Обычно там Ребята так делали Машину берут Хорошую В аренду Тысяча реалов Там На все про все На бензин На бензин Выехать Заехать Два дня Побыть Где-то там Один день буквально Там В отеле отдохнуть Выспаться И обратно заехать Из Медины В Иорданию Например Там 800 километров Туда 800 обратно На машине Они вот так Выезжают Заезжают Все Там Тысячу реалов Заплатил Это Ну 20 тысяч Рублей Все Опять Опять Еще целый год У тебя семья Может здесь находиться Вот это уже Конечно интересно Над этим тоже Надо будет Сейчас Отдельный ролик Делать Следующая тема Это бизнес Бизнес То есть Если ты какой-то Бизнесмен Какая-нибудь Крупная компания Ну не обязательно Даже крупная Какая-нибудь Компания Которая Заключила Сначала провела Какие-то переговоры Переписки Через инстаграм Через фейсбук Через еще Какие-то там Средства Там Социальных Там вот этих Всех Соц Медиа Там Они там Где-то Списались И Нашлись Нашлись Партнера Да Здесь конечно Нужен хороший Партнер Обязательно Нужен хороший Партнера Который Тебя может Уже приглашение Сделать Там Бизнес Визу Оформить Или еще Что-то И ты уже Приезжаешь Заключаешь С ним Какие-то Там Предварительные Договора Там Тудым-сюдым Товар Отправляешь Или он Тебя Отправляет В общем У тебя Уже Здесь Какой-то Уже Бизнес Либо Здесь В Таджикистане В Москве В России В Чечне Где-то Что-то Чем-то Вы занимаетесь Знаю Там Кто-то Мед Отправляет Сюда Кто-то Например Молочку Отправляет Кто-то Наоборот Здесь Икру Добывает Уже Здесь Российские Врияде Икру Делают В общем Кто-то Озеленением Занимается Кто-то Еще чем-то Занимается В общем Кто-то Он строит Спортивные Уголки Братья Короче Ризак Твой Ризак Здесь А арабов Ризак Там Где-то Он сидит Там В Москве Он там Работает Здесь У него Не получалось А там У него Пошло Дверь Открылась Ризак Капает В общем Дверь Открыта В небесах Ваш Ризак Написан И все Что вам Обещано Все Есть У Аллаха Вы найдете В общем По бизнесу Пробежались Вкратце Грин карта Грин карта Об этом я тоже говорил Уже Здесь Грин карта Но здесь Надо приготовиться Что 215 тысяч долларов Ты должен отдать Государству Саудовская Аравия И она Их забирает И ты уже Их больше не увидишь То есть Это не будет На твоем депозите На твоем Расчетном счете Ты должен заплатить 215 тысяч Получить Грин карту И все Потом Ты уже здесь можешь Как саудийц быть Как саудийц Ты здесь можешь Вести бизнес Покупать Недвижимость Там машины Там туда Мседым Бизнесом Заниматься Строить Вот это вот По этой Грин карте Зеленая карта Она дается Пожизненно На тебя На членов Твоей семьи Пусть даже У тебя будет Две супруги Две семьи Три семьи Четыре семьи У тебя На всех твоих Членов семьи Будет выдаваться Эта грин карта Это разрешение Пожизненное Пожизненное Даже если Что-то произойдет Упаси Аллах С кем-то С одним из членов семьи Там Ну что-то он сделал Например Противозаконное То его Например Через суд Там Либо оштрафовали А либо вообще Лишили этой Грин карты То Лишается только он Этого статуса Остальные Все Они так же и остаются Все члены семьи Они остаются На этой Грин карте В общем Это очень Интересная Вещь В Турции Например Там Ты за 250 тысяч То ли долларов То ли евро Ты можешь купить Жилье И уже Тебе потом Дадут Паспорт Турецкий Ну Это от Турции Здесь пока Такого Не ввели Здесь пока Такого Нету Да и Аллах Конечно Если бы здесь Такое тоже сделали Это было бы Вообще бы интересно Но пока Хотя бы так И то уже интересно Вот у меня есть Даже страница На сайт У меня есть даже Один видеоролик Тот же будет Под вот этим видео Я специально ссылку Поставлю на сайт Там можете Больше ознакомиться С грин картой Потому что Уже несколько человек Изъявили желание Братья Братья Интересуются Пишут И как бы Связываются И ждем Мы когда Все таки Они Свои дела Завершат Бизнесмены И Приедут сюда Скажу честно Что здесь Есть тоже Миллионеры Российские Бизнесмены Какие-то Приезжают Там Снимают Покупают Какую-то Недвижимость Туда-сюда То есть Люди Люди приезжают Аль-Хамду-ли-ля Это милость Аллаха Приезжают сюда И здесь живут Милость Аллаха Пусть Аллах Субхан Талли Еще увеличит И больше 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 Таких братьев Приезжает сюда Барак Аллах Лечение 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 Это понятно Здесь Если человек Заболел Он Ему Дается Направление Ему Делается Вызов Приглашение От Какого-то Лечебного Заведения Он летит Лечится В том Государстве Получает Все необходимые Документы Через посольство И прилетает И проходит Курс Лечения Вот это Тоже Есть Такая Тема Это Уже Вызов Из Лечебного Учреждения Должен Быть Дальше Следующее Транзит Последнее У нас Это Транзит То есть Здесь Есть Такое Правило Как в любом Государстве Там Есть Транзитная Зона Например И у Тебя Есть Возможность Получить Визу Транзитную Если Ты Например Наземным Транспортом Едешь Там Ты Можешь Получить Визу Транзитную Например Она На 48 Часов И ты Можешь Пересечь Эту Страну То есть Ты прилетел Прилетел Или может быть Ты зашел Например Со стороны Вот Йемена Например Зашел И тебе Нужно В Иорданию Ты проезжаешь На автобусе Или на машине Ты через Саудовскую Аравию Проезжаешь У тебя Виза Вот эта 48 часов За эти 48 часов Ты можешь Побывать И где Хочешь И в Мекке И в Медине В других Государствах В других Городах Это Значит Транзитная Виза Пишите Звоните Номер телефона Есть Емейл Есть Ватсап Есть Телеграм Есть Пишите Звоните Барак Делитесь Братьям Рассказывайте Обязательно Кто-то Заинтересуется Кто-то Захочет Приехать Чем больше Сюда Будут приезжать Наши Специалисты Наши Бизнесмены Наши Братья Наши Сестры Наши Наши Как нас говорят Варан Нагр Варан Нагр Те которые живут За рекой Арабы Нас называют Варан Нагр Те которые живут За рекой Какая река Это уже Здесь уже Эфрат Или там Сыр Дарья Амур Дарья Там Это уже У каждого Своё понимание Но мы В общем Здесь Это Россия Европа Там Эти Азиатские Страны СНГ Это Это Варан Нагр Вот Мы С вами Варан Нагр Дай Аллах Чтоб Здесь Побольше Таких Было Как раньше Сюда Наши Бабаи Приезжали Сто лет Назад Приходили Мухаджеры Гиджеру Делали Сейчас Ты Видишь Внуков Их Уже Бухарцы Там Афганцы Или Ещё Кто-то Там Кыргызы Только Министанцы У всех Уже Гражданство И все Эти Внуки Делают Дуаза Своих Дедушек И бабушек Которые Раньше Сюда Пришли Пешком Босиком Бедные Как Как-то Всё-таки Они Сюда Пришли И Аллах Им Открыл Двери Ризка И Теперь Они Уже Их Внуки Их Гражданство Имеют Живут Здесь Дуа Делают За своих Дедушек И бабушек Может быть И за нас Потом Будут Тоже Лет Через 100 Через 200 Лет Будут Наши Внуки Говорить Альхамду Ляля Наш Бабай Сюда Пришёл Несмотря Ни на Какие Трудности Несмотря На какие Припоны Он Сюда Пришёл И здесь Обустроился Здесь Жил Необязательно В Мекке Необязательно В Медине Можно В Таифе Можно Там На юге Где Горы Там Где Реки Текут Горные Где Дожди Где Ветра Где Снега Можно Выбрать Любое Место Можно Выбрать Любое Место И жить Здесь Здесь Также Есть Разные Времена Года Баракалавфикум Джазакум Аллаху Хайран Хайр Субханакаллахум Бхамдик Ашхаду Алла Иллэх Иллэнта Астагфир Каба Туб Иллэйк